Конец демократии. Так в Каталонии оценили действия Мадрида во время вчерашних событий в регионе. Напомню, при попытке проголосовать на референдуме от рук силовиков, направленных властями Испании, пострадали сотни человек. Но сегодня в Барселоне сообщили, что за независимость проголосовали 90% тех, кто участвовал в референдуме. В Мадриде парировали, никакого референдума вообще не было. Продолжит Алексей Пшемызский, он в Барселоне. В полупустые улицы кто-то смывает граффити после вчерашних демонстраций. На каждом шагу газеты с фотографиями вчерашнего насилия со стороны полиции. Для местных жителей происходящее стало шоком. Я думаю, что позиция правительства Испании правильная, но действия полиции и нацгвардии нет. Как они могли бить стариков и детей, которые пришли на избирательные участки? Так нельзя. По данным властей Каталонии, число пострадавших в стычках с полицией уже возросло до 900 человек. У многих переломы, разбиты головы и ушибы от резиновых пуль. Сегодня в полдень тысячи барселонцев собрались на митинг у здания мэрии, требуя наказать полицейских. А жители окраин в знак протеста несколько минут били в кастрюли. На центральных улицах города люди освистывали проезжающие мимо полицейские конвои. С самого утра сотни людей сегодня сходятся к центральному полицейскому участку Барселоны, который оцепили испанские правоохранители. Здесь до сих пор десятки бронированных полицейских машин. Люди кричат, предатели, убирайтесь из города. В ответ к митингующим вышли полицейские с винтовками для резиновых пуль. Люди стали скандировать. Убийцы. Это было ужасно. Они говорят, что у нас демократия, но это не так. Смотрите, они снова взяли винтовки. Ещё три года назад в Каталонии запретили применять против митингующих резиновые пули. Они называют референдум незаконным, но сами нарушают закон, используя эти ружья. Однако до стычек не дошло. Митингующих удалось успокоить. Тем временем правительство региона провело сегодня экстренное заседание. Президент Каталонии Карлос Пучдемон потребовал от Мадрида немедленно вывести из Каталонии всех испанских правоохранителей. Мы требуем немедленно вывести всю испанскую полицию из Каталонии и положить конец репрессиям против нашего народа, которые привели к невиданному насилию. Мы готовы к переговорам через посредников. Нам нужно вернуться в нормальное русло. Однако прежде всего прекратить насилие. По словам Пучдемона, он готов к переговорам с участием третьей стороны. Это может быть Евросоюз. При этом сегодня ранее президент Каталонии заявил, что все равно в течение нескольких дней направит результаты референдума в парламент, чтобы депутаты проголосовали за независимость региона. Если это произойдет, то будет создана независимая каталонская республика, отдельная от Испании. О том, что двери для переговоров открыты, заявил официальный Мадрид. Однако сценарий независимой Каталонии, судя по всему, там даже не рассматривают. Пример министр Испании Мариано Рахой заявил, результаты голосования не признает. Он также сообщил, что вчера в стычках пострадали и 30 полицейских. Никакого референдума о самоопределении Испании не было. Эти события только вредят нашим дальнейшим отношениям. Большинство каталонцев показали, что они не хотят нарушать закон и не приняли участие в этом фарсе. Правоохранители действовали на основании закона и выполнили свою работу. Если Каталония попытается объявить независимость, Мадрид грозит применить статью 155 Конституции, позволяющую лишать местной власти право управлять регионом, если это несет угрозу целостности страны. А у Каталонии отобрать автономию. Это будет в том числе и значить, что местная полиция, которая пока что в конфликт не вмешивалась, перейдет под управление Мадрида. Каталонские полицейские уже оказались под перекрестным огнем. Мадрид открыл против полиции региона дело за то, что они не помогали испанским коллегам зачищать избирательные участки. Тем временем каталонский суд также открыл против местной полиции дело за то, что не защитили людей от насилия. Полиция региона уже заявили, каковы бы ни были команды, против своих же людей не пойдут. Значит ли это, что в Барселоне могут появиться испанские танки? Будет известно уже в ближайшие дни или даже часы. На завтра в регионе запланирован масштабный страйк с участием всех каталонских профсоюзов. Из Барселоны Алексей Пшемыский, Владимир Дедов. Подробности телеканал Интер.